Всем привет! С вами канал Космостар. Свою славу Иван Аганесян обрел уже в довольно зрелом возрасте. Артист словно воспользовался подаренным ему вторым шансом после трагических событий 2002 года, когда произошел теракт на Дубровке. Артист появился на свет в Саратове в музыкальной семье. Его отец – оперный певец, а мать – пианистка. У Ивана армянские корни. Воспитываясь в творческой среде, Иван сам проникся музыкой. В 14 лет родители отправили его на учебу в Минск. Педагоги хвалили юного артиста, но сам он учиться не хотел. В 1989 году Иван вернулся в Москву и поступил в одну из столичных консерваторий. Затем Иван решил попробовать свои силы в театральной деятельности. Он поступил в ГИТИС, где понял, что не хочет заниматься музыкой. Но и окончить актерский факультет Аганисяну не удалось. В какой-то момент Иван бросил учебу и уехал в Израиль. Профессионального актерского образования Иван не получил, но это не помешало ему по возвращении на родину получить роль в мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. Аганисян поначалу обрадовался, что его жизнь начала налаживаться. Тогда он еще не знал, что, выйдя на сцену 23 октября 2002 года, вместе с коллегами и зрителями окажется в заложниках. Террористы удерживали здание трое суток. Иван спасся в результате операции по освобождению заложников. Артист даже не думал, что сможет выбраться из здания на Дубровке. В то мгновение Иван почувствовал, будто заново родился. Трагический момент в жизни не сломил артиста. Он продолжил свою карьеру, начав сниматься в кино. Иван Аганисян играл в таких телепроектах, как «Персона Нон Гранта», «Москва», «Три вокзала», «Нюхач», «Шуша». На момент событий «Норд-Оста» артист уже был женат на выпускнице Мгимо Анне. Дочери Ивана Олеси был всего год, когда артист оказался в заложниках. После этой трагедии актер развелся со своей супругой. Она переехала в Лондон и перевезла туда дочь. Следующую любовь артист встретил уже спустя многие годы. Он женился на женщине по имени Елена, которая родом из Киева. Сейчас супруги живут в Латвии и воспитывают двух общих детей, в 2015 году у пары родились дочери-близнецы Александра и Евгения. Субтитры создавал DimaTorzok